Приветствую дорогие друзья всех на своем канале. Меня зовут Дмитрий. Нашим цыплятам-перепелятам 7 дней. Я обещал следить и рассказывать вам о померии роста. Кто не в курсе, это московский белый, подмосковный белый гигант и Танюшкин фараон. Опять же, кто не в курсе, ссылочка, где я заказывал яйцо, будет в описании. Я хотел ответить на понравившийся комментарий, перед тем, как мы начнем взвешивать. Я расскажу свое мнение за эти 7 дней. Реально оно есть, они реально отличаются от обычных Техасов, которых я в свое время держал на мясо, сейчас миксов. Но не важно, это не порода, это непризнанная порода, это такая же порода, как и Феникс. Феникс, как вы знаете, а возможно и не знаете, это не порода. Феникс непризнанная птица, также здесь непризнанная птица. Самое главное в породе, это чтобы дети в пятом, шестом, седьмом поколении всегда были похожи на своих родителей. Кто-то написал, что 35 рублей за яйцо, это очень дорого. Да, я согласен, это дорого, но цыплят считают по осени, значит, с 120 кутыльных яиц вылупляемость, выводимость на данный момент 80 штук. То есть, с 120, 80 цыплят. Все, давайте на этом закончим. Ненавижу считать мимишный момент, когда цыпленок превращается в желтый такой пушистый комочек, за которым достаточно интересно наблюдать. Этого момента с этой птицей в принципе не было. Она сразу превращалась в какого-то дикого лебедя, в какого-то страшного лебедя. Долго не мог понять, что происходит. Во-первых, они отличаются от Техаса. То есть, по форме, отличаются по морде. У них какое-то странное оперение. То есть, опять же, вот эта странность заключается в том, что я сейчас понимаю, что они реально очень скороспелые. Они очень быстро развиваются. Я даже не успел ими налюбоваться, насладиться, когда вот этот вот желтенький комочек кричит, пищит и бегает по броду. Не пищат. Кстати, разговаривали, значит, со Стасом, воротынский перепел. Он тоже заметил то, что они не пищат. По этой причине у меня погиб цыпленок. Обычно, когда ставишь паюку или же эту кормушку. Сейчас мы, кстати, перейдем на новую кормушечку. Вот такие вещи. Это заказана кормушка на minifermers.ru. Замечательная кормушка. Сегодня будем проверять ее. Пеленок они ушли у меня на четвертый день. Это тоже очень замечательная штука. На четвертый день у них лапа уже могла себя спокойно чувствовать на решетке 10 на 10. Вообще замечательно. Я сначала побоялся, открыл половину и все прекрасно, без проблем. Значит, все. Никто не переломался, никто ничего не сломал. Сегодня пересадка. Как видите, нижний брудер уже готов. Температура 31,8. Кстати, по температуре тоже самое. Долго не мог понять. У меня как бы есть своя температура, да, которой я придерживаюсь. Было жарко. Много пьют. То есть из-за того, что они очень быстро начали у них происходить оперение. Очень быстро. Им становилось жарко. Чем жарче птица, тем больше она пьет. Чем больше она пьет, тем больше она срет. Поэтому у нее счастье. Это много места. Это нужно было сделать еще два дня назад, честно говоря. Крупных отдельно, мелочь отдельно. Визуально сегодня будем делать так, потому что времени что-то совсем нет. Вот. То есть, опять же, крупные между собой всегда могут поделить кормушку. А вот крупные с мелочью кормушку никогда не поделят. Поэтому вот два брудера обязательно надо иметь, чтобы вот в начальные сроки делать вот такую вот дележку. Значит, в этом брудере у нас устанавливается вот такенная вот поилка, труба. И через шланг и вакуумную трубу, банку, будет питаться этот брудер, будет питаться через... Так, ты давай датчик там не трогай. Значит, два дня на пеленке. Потом на эту сетку, сетку эту они забивают. Здесь сетка, наверное, ну, 3 на 3 миллиметра. Ну, 4 на 4. То есть, 5 на 5 нет. 3 на 3 забивается сплошняком говно. То есть, вещь не работает. Нужна сетка более лучшего. Большую, короче, сетку надо. Вот. Что еще? Падали у меня на пол. То есть, они успевали крышкой помахать, на пол бак, и ему ничего не случалось. То есть, у меня не было никогда летальных исходов, когда цыпленок падает и разбивается. С этими два цыпленка погибло. Причем сразу шмяк и разбился. То есть, моментально. А первый раз такое вижу, чтобы бах. Я думаю, что из-за того, что они как акселераты растут, получается, что организм еще не сформировался. Он как бы растет быстро. Все у него развивается быстро. Но он еще не окреп. И вот такой вот удар. Масса большая. Удар. И вот такой смертельный исход. Значит, вот эти вот два. Вот они. Вот этот раз. И вот он второй. Вот этот вот. Что такое? Вот. Вот это, да? Четыре раза меньше. Ничего не будет. Убрать. Для того, чтобы он не мучился. Для того, чтобы он тут никому не мешался. Самое главное, что, наверное, он и не выживет. Но мы его оставим. Я потом расскажу. А, да, кстати, еще как-то тут был такой комментарий по поводу, как вынимать вот эту паилку. На самом деле, когда вы делаете брудер, вы должны, в принципе, все рассчитывать сразу. Какой паилкой, какой кормушкой вы будете пользоваться. Как видите, все один в один. Все подходит. По вот этой подставке все, в принципе, достаточно просто. Здесь набирается круги. Сейчас я вам покажу по мере роста. То есть, очень удобно. Раз круг, два круг. Сейчас я еще достану. Вот. Три круг. Все это есть. То есть, птица подрастает. Для того, чтобы она не бегала и не прыгала по кормушке. Чтобы, короче, круги вот эти очень удобные. Нарезали и всю жизнь ими пользуетесь. Оперение стало гораздо быстрее. Лапа, что мне очень понравилось, встала на эту сетку гораздо быстрее. Четвертый день они уже были на сетке. За три дня успели, значит, усрать себе лапки. Который надо отмачивать. Вот. Ну, есть, есть. Вот эти вот. Вы думаете. Да, вот, видите. Вот. Надо лапки отмачивать. Вот эти катышки убирать. Вот как птица побольше. Покрупнее. Вот. Все. И он уже, его надо отмачивать. Убирать для того, чтобы ноготь, лапа нормально формировалась. Через неделю будем делать еще одно взвешивание. Если кому-то интересно, каков будет вес. Если интересно, как будут развиваться эти птицы. Заходите на канал. Подписывайтесь. Если было интересно видео. Ставьте лайки. Мне интересно дизлайки. Пишите свои комментарии по поводу породы и без породы. То есть, опять же, спорить. Да, я знаю, что многие считают, что феникс это порода. Нет, это не порода. Ее также не успели и не смогли признать породой. Что-то пошло не так, как именно и с этими. Очень интересно, какого будут вкусовые качества у этого мяса. Насколько оно отличаться. Говорят, что оно будет реально отличаться от... Ну, вот, от натурального перепелячьего мяса. И если оно будет отличаться в плохую сторону, я обязательно об этом расскажу. Если будет отличаться, не отличаться, тоже расскажу. Так что подписывайтесь, жмите в колокольчик. И всего доброго. До встречи на канале. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!